Всем привет! Мы продолжаем читать книгу Джесси Байека «Вайкинг Лэнгудж Ван» и знакомиться с историей, культурой, а самое главное – языком скандинавов эпохи викингов. Мы продолжаем чтение второго урока учебника, продолжаем разговор о грамматике древнескандинавского. Что касается имен собственных, за редким исключением они склоняются так же, как существительные. Например, мужские имена Эрикер и Хэрйольвур имеют те же самые окончания, что и существительные мужского рода, такие как Конюнкр и Викинкр. И точно так же, как существительные, имена собственные относятся либо к классу сильных, либо к классу слабых существительных. Слабые существительные или имена собственные мужского рода, такие как Пьяртни или Хэльхти, имеют более простой набор падежных окончаний, чем сильные имена или существительные мужского рода. В этом отличие между слабыми и сильными существительными. У сильных более сложный набор падежных окончаний. Давайте посмотрим на склонения некоторых сильных мужских имен собственных и сравним их склонения со слабыми мужскими именами собственными. И парочка слабых личных имен Пьяртни, Пьяртна, Пьяртна, Пьяртна. Когда буква Йов идет после буквы Хау, она становится глухой. То есть вместо Й мы получаем С. Мы также помним, что буква Этл перед глухой согласной тоже произносится глухо. И мы получаем ЩАЛЬХТИ, ЩАЛЬХТИ. Мы видим, что у слабых имен всего два падежных окончания. И в именительном падеже и А во всех остальных. А у мужских сильных имен мы видим привычные нам падежные окончания. Р в номинативе, чистая основа в винительном падеже, И в дательном, С в родительном. Хотя у некоторых имен, так же как и у существительных, Есть какие-то свои особые формы. Например, имя Торстейт в номинативе оканчивается не на Р, а на Н. И двойная буква Н после дифтонга произносится как ТОРСТЕЙТ. ТОРСТЕЙТ. Вообще изначально здесь и был звук Р. Просто впоследствии он ассимилировал с предшествующим звуком Н для удобства произношения. И исходная форма ТОРСТЕЙНР превратилась в ТОРСТЕЙТ. У имени ПАУРДЕР вместо окончания С в генитиве окончание Р, которое более типично для женских имен. У имени ПЁРТ свои специфические формы, отличающиеся от большинства имен. Впоследствии будет объясняться, почему так получилось. Но пока просто запомним. Кстати, я выяснил название вот этой буквы. Она называется ОКАУДАТА. Дословно с латинского ХВОСТАТАЯ О. Кауда по-латински это хвост. Отсюда слово КОДА, концовка музыкального произведения. В современном исландском языке этой буквы нет. Вместо нее используется О с УМЛЯУТАМ. И эта буква называется И. Итак, древнескандинавские имена собственные, так же как и существительные, бывают сильные или слабые, и склоняются соответствующим образом. Хотя случаются и особые случаи. Особые формы. Посмотрим теперь на некоторые женские имена. До сих пор мы встречали лишь одно женское имя. ТЦРКЕРДР. Это пример сильного женского имени, которое в номинативе тоже оканчивается на Р. И обычно у таких женских имен с Р в номинативе набор падежных окончаний следующий. И, Р, И, И, Ар. Но также встречаются особые случаи. Давайте прочитаем примеры. ТЦРКЕРДУР, ТЦРКЕРДИ, ТЦРКЕРДИ, ТЦРКЕРДАР. СИГРИДУР, СИГРИДИ, СИГРИДИ, СИГРИДАР. Буква КЕ, МЕЖДУГЛАСНЫЙ, И, Р, ПРОИЗНОСИТСЯ КАК Г, СИГРИДИР, СИГРИДИР. Буква И без акцента произносится расслабленно, как английский звук Э, СИГ, А с акцентом данная буква произносится более напряженно, как английский звук И, РИДИР, СИГРИДИР. ФРЕЙТИС, ФРЕЙТИСИ, ФРЕЙТИСИ, ФРЕЙТИСАР. Не забываем, что буква ТЪЕ всегда произносится как Т, без придыхания, ФРЕЙТИС. Здесь в номинативе отмечаем отсутствие окончания Р. Тем не менее, это имя, поскольку имеет более сложную систему падежных окончаний, относится к классу сильных имен. ОЛОВ, ОЛОВЮ, ОЛОВЮ, ОЛОВАР. Видимо, у этого имени особые окончания в дательном и винительном падежах. В номинативе снова отсутствие окончания Р. В родительном падеже классическое женское окончание Р. Теперь парочка слабых женских имен. Буква ИЕ без акцента читается точно так же, как и вот эта буква. И последнее имя. Именно это имя на Руси трансформировалось в Ольга. Имя Ольга древнескандинавского происхождения. В следующем видео мы продолжим заниматься грамматикой, будем подробнее знакомиться с глагольной системой древнескандинавского языка. А на этом у меня все. Удачи и пока.